Вы можете быть удивлены, узнав, что Маркс не был атеистом. В соответствии с его мнимой заботой, которую он проявлял по отношению к эксплуатируемым массам, Маркс был убежден, что более всего необходимо свергнуть капиталистическую буржуазию. Он пишет, «Уничтожение религии как иллюзорного счастья человека есть необходимое требование для того, чтобы человек достиг своего настоящего счастья. Призыв оставить их иллюзорное представление об условиях существования – это призыв оставить те условия, которые их вызывают. Значит, критика, направленная в сторону религии, является критикой, направленной против слезной пеленых глаз, венцом которой и является религия. Религия дана нам Богом и является способом трансмутации нашей кармы, способом несения бремени креста, но вовсе не бунта против этого бремени, потому что крест является символом вашей индивидуальной кармы, которая дана вам для несения. И когда вы пронесете свой крест через все 14 положений и трансмутируете свою карму, то примите очередной крест – крест планетарной кармы, крест Аватара. Религия учит нас долготерпению и выносливости в любви, а следуя любви и милосердию, вы получаете возможность трансмутации. Следовательно, концепция Маркса о том, что религия – это опиум для человечества, представляет ужасающее противоречие всем фактам, о которых Марксу было прекрасно известно, в том числе историческому подтверждению того, что религия является самой мощной и мотивирующей силой. Так почему же тогда мы считаем, что Маркс был атеистом, и был ли он им в действительности? Послушайте, что он сказал. «Я желаю лично отмстить за себя тому, кто правит свыше. Я точно знаю, что был лишен небес, и моя душа, однажды верная и преданная Богу, ныне избрана для ада». Это не что иное, как сознание архиабманщиков человечества в чистом виде. Их называют наблюдателями первого разряда. «Ангелы, занимавшие самые высокие посты в иерархии, и павшие вместе с Люцифером, они приняли воплощение на земле и в полной мере знали все эти принципы. Я желаю лично отмстить за себя тому, кто правит свыше. Я точно знаю, что был лишен небес, и моя душа, однажды верная и преданная Богу, ныне избрана для ада». То есть, для второй смерти. Маркс не был атеистом. Маркс верил в Бога и ненавидел Его. Преподобный Ричард Ворбранд сказал о Марксе и его собратьях, что в то время, как они открыто отрицали Бога и поносили Его, на самом деле они верили в Него и ненавидели Его, ибо оспаривалось не существование Бога, а Его верховенство. Падшие никогда не оспаривали существование Бога. Они противостояли Ему как Всевышнему, и оказавшись неспособными превзойти Его верховенство в Духе, они совершили это в материи с помощью разнообразных сложных философий, сбросив Его с трона в сердцах подавляющего числа людей, эволюционирующих на Земле. Таковы исторические факты 20-го столетия, когда нам предоставлена очередная возможность спасти Землю для Ветхого днями. Я могу понять, почему коммунисты арестовывали священников-служителей, которые в их глазах представляли антиреволюционеров, говорит Ворнбранд. Но для чего этих священников, находившихся в заключении в румынской тюрьме Печешти, принуждали совершать мессы над испражнениями и уриной? И по какой причине христиан издевательски заставляли потом принимать причастие этой субстанцией? Из-за чего совершалось это невиданное глумление над религией? Почему румынскому христианскому священнику Роману Браге, заключенному в то время в тюрьму коммунистами, один за другим вывели зубы железной арматурой, пытаясь заставить его богохульствовать? Коммунисты объясняли этому человеку, как и всем остальным, говоря, «Если мы просто убьем вас, христиане, то вы попадете на небеса». Но мы вовсе не желаем, чтобы вы были коронованы как мученики за Христа. «Мы хотим заставить вас вначале проклясть Бога, чтобы потом вы отправились в ад». Все это продолжалось в 20-м столетии в концентрационных лагерях России и Восточной Европы и продолжается сегодня. Нам нравится относить зверские жестокости, с которыми мы не в состоянии справиться на уровне внешнего сознания, но о котором прекрасно известно нашему подсознанию, относить это к минувшему прошлому. Это злодеяния прошлого, примитивизм древних. Сегодня это уже не происходит. Ошибаетесь, происходит. И мы обладаем свидетельством тех, кто лично прошел сквозь все эти пытки, и в том числе Ричард Ворнбранд, который живет сегодня в Лос-Анджелесе и который 14 лет оставался заключенным в той тюрьме в Румынии. Он написал множество книг, которые я предлагаю вам внимательно изучить, книг, описывающих преследования христиан с исключительно существенной целью изъять их в свет, забрать его у них и заставить их отречься от Бога, потому что целью мирового коммунизма является разрушение души и изгнание ее в ад. Вот по какой причине Иисус учил нас, не страшитесь тех, кто разрушает тело, но страшитесь тех, кто желает уничтожить душу в глубинах ада. Все эти христиане являются современными мучениками и свидетелями, которые не устрашились разрушения собственных тел. Они умирают каждый день, как сказал Павел, однако они остаются непреклонны и не отдадут своей душе дьяволу ни при каких пытках, ни при каком зверстве и никогда не отрекутся от Господа Иисуса Христа, а потому они воистину сокрыты со Христом в Боге. Преследование коммунистами религии может быть объяснено с точки зрения человеческого сознания. Но неистовая ненависть, которым совершается это преследование, воистину сатанинские. Мы сказали, что Маркс не был атеистом. А был ли он сатанистом? Послушайте написанный его рукой призыв, пребывающего в безысходности. «И Бог похитил все, что я имел. Судьбой я проклят, не избежать мне рока. Все его миры исчезли безвозвратно, и кроме жажды мести в сердце не осталось ничего». Хотя не существует доказательств непосредственной причастности Маркса к тайной сатанинской церкви, Вормбранд представляет документальные подтверждения того, что манера поведения Маркса напоминает манеру поведения учеников сатанинской жрицы по имени Джоанна Саускат, которая утверждала, что находится в контакте с демоном по имени Шайло. Одним из ее сообщников по первому интернационалу был Михаил Бакунин, русский анархист, который писал, «Сатана — это первый свободный мыслитель и спаситель мира. Он освободил Адама, оставив на его челе печать гуманизма и свободы, заставив его не повиноваться». Кроме того, Бакунин заявил, что Прудо, еще один из основных мыслителей социалистов и в то время друг Карла Маркса, также поклонялся сатане. Прудо, высказываясь в отношении справедливости революции и справедливости в церкви, заявил, что Бог является прототипом несправедливости. Но ведь нет никакого сомнения, что, будучи изданным из сознания Бога Его Духа, вы начинаете кричать, «Несправедливо! Это несправедливо!» Цитирую, «Мы достигаем знания на зло Ему, мы создаем общество на зло Ему, и с каждым совершенным нами победоносным шагом вперед мы преодолеваем Божественное». Он восклицает, «Бог — это тупость и трусость, Бог — это лицемерие и фальшь, Бог — это тирания и нищета, Бог — это зло. Человечество, поклоняющееся у алтаря, являющееся рабами царей и священников, будет осуждено. Посему я клянусь тебе, Бог, простирая свои руки в сторону неба, что ты есть не что иное, как палач моего разума, скипетра моего сознания». «Во имя Есим, то, что Есим, я призываю живое пламя Отца, Сына и Святого Духа для трансмутации этих слов дьявола, изреченных через мои уста. Я призываю о трансмутации и суде над падшими, которые изрекали их, и которые практиковали свои грязные дела с самого начала воплощения слова. Посему я требую, чтобы этот грязный язык и отвратительное обвинение Бога-существа были помещены в факел пламени священного огня и поглощены. Я требую, чтобы причина следствия записи памяти этих дьявольских слов сейчас же была удалена и трансмутирована из моего храма и силового поля, из нашего святилища, а также из моей горловой и сердечной чакры. И я взываю к закону прощения за искажение энергии, произведенных таким образом. Я взываю к этому закону, пребывая в осознании того, что таков указ Господа Бога Всемогущего, что это учение и эти слова должны прозвучать пред лицем Неву детей, так же, как они прозвучали в древние времена, свершение драмы добра и зла, дабы дети Бога смогли вновь увидеть и узнать, что является искажением и лжеиспользованием света мира. Во имя Твое, О Божие, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Всемогущего Бога я призываю к трансмутации всего, что зачитаю сейчас из сатанинской Библии Антона Левея. Этот человек является автором сатанинской Библии и недавно основал сатанинскую церковь, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии. Сегодня он перемещается по лику нашей планеты, практикуя свое сатанинское искусство. Сейчас я зачитаю вам, что он пишет. «Я ощутила необходимость и получила указания от Иисуса Христа раскрыть каждую лживую идею, заложенную в сатанинской Библии, что и сделала на курсах вершинного университета. Вы должны увидеть ложь, а потом уничтожить ее». Итак, вот эти несколько параграфов. Он говорит, «Существует общепринятое заблуждение, что сатанист не верит в Бога. Идея Бога в представлении человека претерпела такое количество изменений на протяжении долгих лет, что сатанист просто принимает такое определение Творца, которое ему больше всего нравится. Человек всегда творил своих богов, но не Боги его. Все духовные религии есть не что иное, как изобретение человека. Человек создал единую систему богов, используя только лишь свои человеческие мозги. И только по той причине, что он обладает эго, но не в состоянии этого признать, ему пришлось облечь это в некий духовный механизм, который он назвал Бог. Когда все религиозные верования, основанные на этой лжи, ослабевают, то это от того, что человек становится ближе к самому себе и дальше от Бога, ближе к дьяволу. Но если это то, что представляет дьявол, и человек проводит свою жизнь в его храме, греша, используя при этом его плоть, то ему остается либо бежать от этого кудактаня и ворчания праведников, либо гордо возвыситься в сокрытых местах планеты и манипулировать глупыми и безрассудными людскими массами, используя свое собственное сатанинское могущество, пока однажды он не выйдет сияющий, чтобы заявить, «Я сатанист!» «На колени, ибо я наивысшее воплощение человеческой жизни!» Скажите же своему сердцу, «Я сам себе Искупитель!» Преградите путь тем, кто преследует вас, и пусть те, кто стремится разрушить ваши тела, будут отброшены назад в смятение и позор. Пусть они уподобятся пылинке пред циклоном, а когда они падут, возрадуйтесь своему спасению, ибо все твои кости воскликнут с гордостью, «Кто может сравниться со мной?» «Или не казался я слишком крепок для моих врагов?» «Или не спас себя усилием своего собственного мозга и тела?» Окончание выдержки из Сатанинской Библии. «Я подвергаю сомнению все», заявляет Ля Вей. Сомнение кредо-марксистов. Цитата, «Только сомнение способно принести ментальное раскрепощение», соглашается Ля Вей. Вот насколько идеи сатанизма положены в основу мирового коммунизма. Сегодня я представила вам очень краткое сжатое разоблачение этой лжи. Ваши собственные поиски и размышления в этой области будут раскрывать для вас все больше и больше ее аспектов. И в заключение я хотела бы сочетать вам слова нашего воздушного код Хуми на эту тему. Это жемчужины мудрости 1976 года под названием «Разоблачение». Страница 80. Планом ложной иерархии является создание на земле Всемирной Церкви Сатаны, а также единоправное сатанинское правительство для достижения абсолютного контроля над умами, душами и сердцами человечества. Данная цель может быть достигнута при помощи невежества подавляющего числа людских масс, проявленного ими по отношению к наиболее основным аспектам бытия, а также из-за их собственной уязвимости и чувственности, неустойчивости их эго, проявленного как жадность и похоть в аспектах власти, похоти глаз и желания манипулировать. В течение тысячелетнего периода, когда в соответствии с законом Господа Христа сатана будет связан по приговору 24 старцев, эти падшие станут лихорадочно готовиться к возвращению сатаны и его ангелов, которые в соответствии с Писанием будут выпущены из своего заключения и выйдут, чтобы обманывать народы на всем липи земли и имя им Гога и Магога, и соберутся они все вместе и пойдут войной, и число их будет подобно песку морскому. Сатанинская церковь с обнаженной женской фигурой на ее алтаре, кровавыми ритуалами и черными мессами представляет собой дьявольскую и абсолютную противоположность Церкви Вселенской и Торжествующей. Зная окончание с самого начала, члены истинной Церкви не могут отнестись с пренебрежением к своему зову или призванию. Следовательно, они должны перекрывать каждое движение и каждый шаг, предпринятый сатанистами во имя Ессим то, что Я Ессим, поскольку эти падшие имеют организованную структуру, включающую в себя как нашу, так и другие планетарные и солнечные системы в планах материи. Встретить возвращающегося сатану и его ангелов подготавливаются множество легионов иерархии падших и оказать им поддержку, когда они двинутся, чтобы завладеть дыканием земли, окружить и захватить лагерь пребывающих на ней святых, а также город желанный. Это была цитата из Священного Писания. Но в тот день и в тот час с небес сойдет огонь Бога, чтобы поглотить их, и дьявол, что обманывал живущих на земле, будет изданить озеро священного дня и пройдет через священный суд на Бога-звезде Сириус, через который до него уже пройдут великий зверь и ложный пророк и будут осуждены. Но даже хотя существует пророчество о последнем суде и второй смерти сатаны и его последователей, так же, как последний суд и вторая смерть Люсифера, мы не должны концентрироваться, думать и полагать все свое внимание только лишь на судьбу и удел падших. Мы должны понимать, что идет битва Армагеддона и что ее цель спасение душ детей Бога, ведь именно в этот тысячелетний период на земле должны воплотиться определенные падшие ангелы, которые будут проповедовать свои вражеские философии, поскольку именно в этот период дети Бога должны будут сделать свой окончательный выбор, чтобы двинуться либо вправо, либо влево, либо к реальности, либо к нереальности. И те из них, кто подтвердит в этот вышеупомянутый тысячелетний период внутренний зов Христа в соответствии с пророчеством, данным через святого Иоанна, будут жить и царствовать со Христом тысячу лет. А это как раз те самые души, которых видел Иоанн, несущие на себе свидетельство Иисуса Христа и Слово Живого, и которые не поклоняются зверю или его образу и не имеют на себе его знака ни на своем челе, ни на руках. Те же, кто откажется предать себя Христу и его истинным учениям, равно как и те, кто познал истинное имя Бога Яесим то, что Яесим и получил свидетельство Господа, принесен двумя свидетелями, кто получил все эти дары и милости Святого Духа и все-таки отказался послужить великой цели истинной иерархии, пребывая наполовину внутри и наполовину во мне, так называемые тепленькие, которые в действительности предпочли свое эгоистичное существование, нежели принесли жертву и отдали себя в служение святых, эти продолжат свои воплощения, пока не возвратится сатана, и когда выбор между светом и тьмой будет последним, окончательным и решающим, быть или не быть. В этот период времени и пространства дети Бога, получившие свои наставления от сыновей и дочерей Бога и познавшие учения, принесенные им посланниками великого белого братства, должны будут сделать выбор между своим плотским умом и разумом Христа, а также между сатаной и Иисусом Христом, и тогда те, кто изберет Бога, будут жить вечно, пребывая в состоянии сознания «Я есть им то, что я есть им», достигнув бессмертия в ритуале Вознесения. Победа над последним врагом, смертью, персонифицированной в дьяволе и как дьявол, будет единой и окончательной, и тогда те, кто избрал плотский ум и сатану, будут осуждены вместе с ним, представ пред судом священного огня перед 24-мя старцами. Они предстанут перед великим белым троном и перед тем, кто восседает на нем одесную и отчего лика бегут и земля и небо. Это была цитата из Откровения Иоанна. И узрят они открытие книги жизни, и те из них, кто избрал плотский ум, последуют в горнило огненное, где будут высвобождены потоки Альфы и Омеги как ради интеграции, так и дезинтеграции души в соответствии с судом, произнесенным Господом. Там они предстанут совместно с сатаной и в омановение всевидящего ока Бога их души будут аннулированы, вычеркнуты из бытия в процессе ритуала второй смерти. Такого высочайшая милосердия закона. Так уж же те, кто осознает великий и могущественный труд веков, осознают и то, что от того, какие жертвы будут принесены светоносцами сегодняшнего дня, зависит, сколько душ спасется, а сколько будет утеряно в момент последнего суда над этой системой миров. Ибо те, кому был доверен священный дар учения, не могут пройти полпути. Они не могут отдать себя только наполовину и выглядеть как тепленькие, ибо Господь Бог извернет их из уст своих, и они не будут приняты кандидатами на вознесение. Они не могут быть луквыми, потому что Господь их будет от его и они не будут acceptable как кандидатами для Ассеншения. А сейчас я хочу открыть вам диспенсацию владык кармы, которые постановили, что если определенное необходимое количество хранителей пламени смогут вознестись в упомянутый в Библии тысячелетний период, то в тот момент, когда произойдет возвращение дьявола и его ангелов, многим вознесенным владыкам будет дана диспенсация ходить по земле в видимых телах света, чтобы проповедовать людям этой планеты, которые вплоть до того времени так и не смогли сделать свой выбор между светом и тьмой, Христом и Антихристом, как внутри собственного микрокосма, так и в макрокосме этой солнечной системы. Но если необходимое количество душ не смогут вознестись, то в распоряжении человечества земли будет лишь внутреннее пламя и голос пребывающего в них Бога, чтобы утвердить свою веру. И в день прихода Антихриста великий шум в виде разнообразных форм учения уже иерархии зазвучит от одного конца земли до другого, пока ангел Господень не остановит их свяжет и приведет нас от священного огня, руководимого двадцатью и четырьмя старцами. Вы можете заметить, как в книге пророка Даниила и в Откровении Иоанна Возлюбленного существуют похожие друг на друга периоды. И в Откровении сказано, что сатана будет связан на тысячу лет, а затем выпущен вновь. Целью данной диспенсации является желание Бога дать своим детям возможность освободиться от ауры сатаны, которая в момент его присутствия на земле наполняет все планетарное тело. Поэтому Бог в нынешнем столетии проследил за тем, чтобы сатана в буквальном смысле слова был связан, посажен за решетку и удален с планеты, в то время, как Люцифер, архи-лжец, уже прошел через вторую смерть. Следовательно, в нынешний час настало время очень интенсивного импульса света, когда мы освободились от момента самого темного из всех пачек ангелов. И именно по этой причине свет пребывает. Люди проявляют восприимчивость и всевозможные учения нового века, в том числе восточные учения, передаются и принимаются во всем мире. Ведь мы избавлены теперь от присутствия антихриста, который через ауру Люцифера и сатаны противостоял этому свету в детях Бога. Но до этого момента, которое, по меньшей мере, можно считать историческим, было практически невозможно распространить даже учения Вознесенных Хлады. Некоторые из вас, кто рад тому, что наконец-то отыскал нас, удивляются, по какой причине они никогда не слышали о нас в течение последних 20 лет. Но это потому, что в течение этих последних 20 лет с момента диспенсации в 1958 году, когда были изданы учения Иисуса Христа и Вознесенных Хладык, Люцифер и Сатана еще не были связаны и противостояли каждому шагу нашей миссии посланников. И поэтому лишь некоторые святоносцы были способны получить это учение. Следовательно, перед каждым из вас стоит задача делать призывы о связывании силы и семени Люцифера и Сатаны внутри вашего собственного храма и конкретно плотского ума. Этого не я, синтетического я. Поэтому каждый из вас находится сейчас в том же положении, в каком находились и мы, непосредственно перед алтарем священного огня своего собственного существа, чтобы бросить вызов тому, что известно как страж порога, то есть ваш собственный плотский ум, который должен быть поддержан вашим разумом Христа. Но этого можно достичь лишь в том случае, если душа отдаст его, удалит себя из него и объединится с разумом Христа. Если же плотский ум будет разрушен весницей Христа до того, как душа полностью отделила себя от него, то в час суда душу постигнет та же самая участь. Вот почему был дан указ «Выйдите ныне и будьте отделенным народом», потому что вы должны отделить себя от плотского сознания внутри самого себя, в своем окружении и внутри общины. Вы должны отделить себя от того, что нереально, чтобы, когда эта реальность уйдет в пламя, вы бы не ушли в это пламя вместе с ней. Вот для чего нам дано учение, вот по какой причине мы обладаем стезой посвящений и проходим испытания, чтобы вы смогли отдать человеческий бунт, гордыню и собственное эго, а также похоть этого мира и все, что от мира сего. И тогда во Христе вы будете частью этого суда. Но ведь вы должны быть частью этого суда, потому что обладаете свободной волей принимать или отвергать. Итак, сегодня условия таковы, что все легионы Господа и Вознесенные Владыки говорят нам, «Настало время двигаться вперед. Настал час, когда дети Света могут принять господство над землей, потому что враг связан, и прежде у нас не было лучшей возможности на протяжении сотен тысяч лет востребовать землю для Ветхого днями. Следовательно, мы работаем, пока имеем свет». По завершению этого периода, который в Писании обозначен как тысячу лет, Бог должен будет вновь освободить сатану и его ангелов. Почему? Потому что Бог не собирается связывать и уничтожать сатану до тех пор, пока люди сами смогут отвергнуть его и отвергнуть его вибрации внутри себя. Следовательно, в их распоряжении будет период в тысячу лет, в течение которого они будут существовать, можно сказать, предрассветный час грядущего Золотого века в присутствии доступного для них большого количества света, возможностей и учения. По окончанию этого периода, преисполненного учением и присутствием Вознесенных Владык и их учеников, когда люди истинно увидят своими глазами, что такое свет Бога и что он способен для них сделать, получив послание, услышав учение, обретя доступ к книгам и Евангелиям, проповедуемого в каждой стране. Они вновь должны будут встретиться с врагом лицом к лицу, потому что в предыдущих воплощениях они оказались не способны бросить ему вызов, отвергнуть его и вместо этого действительно избирали сатану вместо Христа. Древний вопль «Отдай нам вараву» это выбор толпы, избирающей сатану, и плотский ум вместо Иисуса Христа. И этот вопль эхом проносится сегодня по всей земле на великий стыд этого народа. И каждый раз, когда мы не искренне сами собой, когда обманываем себя или других, мы точно так же говорим «Отдай нам вараву». А Иисус Христос, как Христос нашего сердца, заново проходит свое распятие, потому что мы распинаем Бога, отдавая предпочтение «не я». Теперь я хотела бы сказать, что период, известный как тысячи лет, для меня является загадкой Бога. Обращаясь к нам словами Библии, Бог говорит о времени и полвремени, о периоде в тысячу лет, но для Бога эти слова означают циклы, а в нашем распоряжении есть древнее учение, дающее ключ к пониманию значений этих слов. Многие богобоязненные люди и прежде всего фундаменталисты хотят очень узнать, что в действительности означает окончание времен, упоминаемое Даниилом, другими пророками, Иисусом в 24 главе Евангелия от Матфея, Евангелия от Луки, равно как и в Откровении. Для этого они перепробовали самые разнообразные системы, но настоящим ключом к пониманию эр, эпох и циклов является очень простое и ясное утверждение. Один день с Господом как тысяча лет, а тысяча лет как один день. А также еще одно утверждение, и пока дни не будут укорочены, никакая плод не спасется, но для избранных дни будут укорочены. Слово «дни» означает циклы, циклы сознания. И самая последняя интерпретация времени и пространства такова. В омановении ока прозвучит последняя труба, и смерть будет поглощена победой. Поэтому действительно, тысячи лет в глазах Бога могут оказаться кратчайшим мгновением. Это может быть один день, или один век, а может быть месяц, это может быть десятилетний план Гаутама Будды. Мы не можем смотреть на это как на тысячи лет, но мы знаем, что город желанный, означающий место, вокруг которого собираются падшие, это святой город, фокусом которого является Новый Иерусалим, и который расположен прямо здесь, в Лос-Анджелесе. Мы знаем, что здесь происходит сражение между силами света и тьмы. Здесь находится Антон Ля Вей со своей сатанинской церковью. Здесь расположена церковь вселенская торжествующая, и здесь то место, где добро и зло находятся в противостоянии. Этот город является архетипом для всех остальных городов. Матрица снова и снова повторяет себя через чакры народов. Следовательно, каждый должен смотреть на свой город и на свою общину, как на город четвероугольный. Мы должны видеть их, это время и пространство, как место, где мы должны победить силой Христа, и свет должен поглотить тьму. Итак, мои возлюбленные, то послание, которое я передала вам сегодня, является частью раскрытия и разоблачения основных принципов мирового коммунизма. Очень древние лжи, модернизированные через коммунистический манифест, а также последующие труды воплощенных падших, таких как Ленин, Сталин и другие. Мы собираемся продолжать это разоблачение, потому что во время Вашингтонского марафона 4 июля, владыки кармы призвали нас к составлению манифеста матери, который должен разоблачить и уничтожить манифест падших, написанный Марксом и Энгельсом. Составление манифеста матери, используя множество нитей, которые мне передал Бог, поистине представляет сложную задачу, как лично для меня, так и для всех нас в этой общине. И самым лучшим способом это осуществить является передача вам этого манифеста отдельными частями в течение нынешней конференции и, если необходимо, то и в течение нескольких последующих. Вы видите, что ложь настолько сложна, что включает в себя множество происходящих событий и не только на этом планетарном теле, но и во всей системе миру. Манифест матери это документ божественной истины, заявляющий о том, кем вы в действительности являетесь в Боге. Иными словами, он формулирует истину науки бытия в качестве исходной предпосылки, в качестве тезы. И далее он поднимает меч живой истины и отделяет реальное от нереального на перекрестках жизни, где встречаются свет и тьма, которые падшие использовали как свой метод, чтобы заставить людей принять ложь. Но если ложь преподнесена как есть, без окраски и неэмоциональна, то она будет полностью неприемлема, потому что, как таковая, она заключается в следующих словах. Мы полны решимости уничтожить человеческую расу. Мы полны решимости уничтожить воплощенного Бога. Мы полны решимости уничтожить стезю посвящений и вознесения в свет. Мы пришли, чтобы умертвить на земле Бога. Такая ложь не может быть преподнесена незамаскированной. Поэтому она преподносится посредством очень сложных рационалистических систем. И ложные доктрины и догматы падших не ограничиваются только религией или спекулятивной философией или теологией. Люди всегда выискивают появление лжехристов и лже-пророков в религиозных течениях мира. И они там появляются. Но они гораздо более сильны в правительствах и экономике, в науке и системе образования. Они уже давным-давно разрушили религии мира с точки зрения присутствия в них процента истины. Они давным-давно решили, что их обладание властью, возможность манипулировать, внедрять механическое сознание и осуществлять контроль очень сильно возрастут сегодня благодаря созданию международного капиталистического коммунистического заговора. Те из вас, кому известна обратная сторона монеты, могут быть удивлены, что я не упомянула громадную ложь, наполняющую сегодня мировой капитализм. губернатами, экономики, экономики, но это только потому, что я не в состоянии глубоко проанализировать и то, и другое одновременно. Я должна подходить к этому анализу систематически и научно, используя все возможные средства и не оставив в сердцах детей Бога никакого сомнения или страха. Поэтому, если вы будете терпеливы к моим наступлениям, цикл которых я планирую завершить на этой и последующих конференциях, то у нас в руках будет полное изложение ситуации. Но когда это произойдет, мои возлюбленные, не подумайте, что работа будет завершена, потому что работа будет только начинаться. Это будет только началом. потому что мир не может быть обращен к книгами. Книги это записи и утверждения истины. Они предназначены святоносцем. Вы поглощаете их, они становятся сладкими на устах, но горькими в животе. Потом вы становитесь этой книгой, вы выходите в мир, но мир может быть спасен только лишь через один процесс. мир может быть спасен через процесс обращения его к святым духам. Поэтому мы, не я одна, но мы все вместе пишем с вами этот манифест матери. Мы, задержавшиеся здесь в Камелоте, мы с вами. И истинно то, что во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа, это свершилось, это исполнено и это будет опечатано. По имя возлюбленных Альфы и Эмеги, изливающих нам свою любовь, благодаря чему это разоблачение стало возможным рукой Кутхуми, Эль Мории, Всего Дарджилинского Совета и Совета Роял-Титон, Я желаю вам самого прекрасного и самого замечательного дня, чтобы в радости мы смогли двинуться дальше, и поэтому прошу вас постепенно возвращаться на свои места, пока не соберутся все. Так что пока-пока. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Богу Хвала Богу Хвала Продолжение следует...